Прокуратура Гродинской области сумезна с управлением эдукацией узмозник профилактику педофилии. Готомера связана с ростом колькости злашинства, связанных с сексуальным насилием, у относенных до детей и подлетков во всех регионах краины у тым-лику Гродинским. Так, за 10 месяцев бягучего года ахвярами педофилов стали 85 малолетних же хоров региона. Чаще всего преступные действия совершались в отношении детей в возрасте 12-15 лет, но, к сожалению, имели место такие факты совершения преступлений в отношении детей и более раннего возраста 7-8-10 лет. Следственными органами расследовано и расследуются уголовные дела в отношении более 60 обвиняемых. Порядка 40% обвиняемых в момент совершения преступления находили в состоянии алкогольного опьянения. Обращать на себя внимание, что 10 несовершеннолетних потерпели вследствие сексуального насилия, совершенного в семье. Обвиняемыми по таким делам проходят, чаще всего, сожители матери, отчимы, сожители бабки в единичных случаях. В одном случае это был биологический отец. Необходимо отметить, что такая негативная, будем так говорить, статистика, она характерна не только для нашей области, но и в целом для всей страны. И в большей степени, в определяющей степени, в том числе, это обусловлено активизацией деятельности всех органов, направленных на выявление данного вида преступлений. И сегодня у правоохранительных органов, у специальных подразделений органов внутренних дел появляется все больше технических и оперативных возможностей для того, чтобы выявлять данный вид насилия, в том числе в сети интернет. Комплекс мероприемств, запланованных до реализации в Грузинском регионе, продуглеживая суместную работу с усими зацекавленными субъектами профилактики – милицией, адукацией, аховой здоровья, громадскими объединениями. Основная мета инициативы – раннее выявление фактов педофилии и своечасовое принятие мер реагования. А кроме того, продуглеживается широкая информационная работа у социальных сетках, мессенджерах и СМИ для ахопу розных слоев насильства. Мы выделяем ряд направлений, по которым должна быть организована работа, в том числе и межведомственная работа. Первое – это нравственное воспитание учащихся для того, чтобы профилактировать раннее начало половой жизни несовершеннолетних. Второе направление – это формирование навыков самосохранного безопасного поведения как в реальной жизни, в общении со взрослыми людьми, так и в сети интернет. Потому что зачастую дети становятся жертвами манипуляций, и это заканчивается совершением насилия в отношении детей. Третье направление – это профилактика непосредственно проявлений педофилии, причем как в общественном пространстве, так и внутри семьи. Что самое страшное, мы наблюдаем увеличение числа эпизодов, когда факты сексуального насилия в отношении несовершеннолетних случаются внутри семьи. Поэтому в соответствии с этим направлением будет разработан и ряд мероприятий, реализуемых как системой образования самостоятельно, так и во взаимодействии с другими субъектами. Во-первых, это проведение ряда профилактических мероприятий в учреждениях образования для несовершеннолетних с информированием об угрозах, которые исходят из сети интернет, из общения с незнакомыми людьми. То, что, в принципе, делалось и ранее, необходимо вводить эту работу на новый уровень. Второе направление – это совершенствование работы педагогических сотрудников системы образования. Это служба социально-педагогическая, психолого-педагогическая. Это порядка 980 человек в Гродненской области, в учреждениях образования, которые должны проводить работу по выявлению кризисных состояний детей, совершенствовать работу по недопущению нахождения детей в социально неблагоприятных условиях. То есть реализация подходов, описанных в декрете номер 18 главы государства, потому что, как показывает анализ, именно социальное неблагополучие семей зачастую является предпосылкой к совершению в отношении ребенка преступления на половой почве. Сожительство матери со случайными людьми, сожителями, не являющимися родителями по отношению к несовершеннолетним. Будет продолжена работа по анкетированию несовершеннолетних, которых мы считаем уязвимыми категориями. В 2022 году, например, мы порядка 3000 детей опросили. Это дети, которые проживают и учатся в учреждениях с круглосуточным пребыванием, интернатные школы, детские дома. Это приемные семьи, детские дома семейного типа. Это дети, признанные находящимися в социально опасном положении. Дети, которые изъяты из семей, уже находятся под защитой государства в социальных приютах Гродненской области. Анкетирование будет продолжено. Мы рассматриваем новые категории детей, в отношении которых необходимо проводить доверительные беседы для выявления фактов физического насилия.